Это Максим Лютый, сыроед, духовный гуру, пропагандист тренажера правила, тренер по йоге, суверен и даже воплощение бога на земле. В марте прошлого года он был взят под стражу из-за смерти своего новорожденного первенца. Мальчик по имени Космос скончался от сочетания истощения и пневмонии. Вместе с Лютым арестовали его гражданскую жену Оксану Миронову, однако вскоре ее отпустили под домашний арест. Лютый же попытался сбежать с допроса, поэтому его сразу заключили в СИЗО, и вот недавно Максиму Лютому вынесли приговор. Снова здравствуйте, меня зовут Тимофеевна, и обычно в приветствии я говорю, что на этом канале обозреваю чудаков и пытаюсь понять мотивы их поведения. Но сегодня мы отменим это приветствие. Чудаком Максима Лютого просто язык не поворачивается назвать. Я думаю, вы сами решите, какое слово лучше всего подходит для этого героя. Для того, чтобы вам было проще определиться, посмотрите маленький кусочек видео. Раньше я очень сильно любил рыбу, и я вот слушаю, ну, трясешь-то. Какая? Стой, не двигайся. Что здесь, собственно, происходит? Здесь Максима Лютого снимает его гражданская жена Оксана Миронова, я далее буду называть ее просто «жена». Она снимает это видео для его блога в ВК, и он тут учит людей правильно питаться. И вот такими словами, давайте еще раз посмотрим, он поучает Оксану Миронову, как правильно нужно работать оператором. Я думаю, это мой последний выпуск, посвященный Максиму Лютому. И сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, хотел ли он все-таки убивать своего ребенка. Входило ли это в его планы или его цели были какими-то другими. Давайте начинать. Мать ребенка Оксана Миронова получила свой приговор несколько месяцев назад. Об этом я снимала отдельный выпуск, и вы можете посмотреть его по этой ссылке. А вот Лютому приговор вынесен только сейчас. Он признан виновным по двум статьям. Самая серьезная статья обвинения – это статья 111 УК РФ. Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего. Повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Перевожу формулировку из уголовной статьи с юридического на русский. Это значит, что Лютый умышленно истязал своего ребенка, но не предполагал, что эти истязания приведут к смерти малыша. То есть следствие установило, что Лютый не планировал, чтобы его ребенок умирал. Это значит, что планировал он что-то другое. Что именно, мы попозже разберемся. Когда-то в интервью Лютый показал кулак и сказал, что его характер вполне соответствует его фамилии. То есть он ни в чем не приемлет полумеры. И он Лютый по своей натуре. Предок был Лютым. Мы продолжаем наши традиции. На Руси. На Руси. Горькая ирония состоит в том, что история неадекватной фанатичности сделала Лютого знаменитым на всю страну. Вы знаете, есть у нас в России такая традиция приводить себя в порядок к лету. Но я считаю, это не совсем правильно. Точнее так, я уверена, что тело должно быть в порядке круглый год. И поэтому я уже не в первый раз вам рассказываю о платформе Фитстарс, которая лично мне в этом очень помогает. Для меня Фитстарс это хороший способ держать мою спину в здоровом состоянии, потому что при сидячей работе это просто необходимо. На Фитстарс множество разнообразных тренировок по различным программам от 7 до 30 минут в день. Здесь есть то, что может выбрать для себя каждый человек. Йога, танцы, пилатес, растяжка, зарядки на всякий разный вкус, здоровая спина и многое другое. Тренировки длятся от 7 до 30 минут в день, и для них не нужно дополнительного какого-то сложного оборудования. Вы все это осилите в домашних условиях, тем более с лучшими тренерами Фитстарс. На Фитстарс очень подробно объяснена и показана техника выполнения упражнений, поэтому у вас сложится впечатление, как будто вы занимаетесь персональным тренером. Также на Фитстарс есть рецепты с подсчетом калорий, тренировки для детей от 3 лет, и самые разнообразные курсы на тему здоровья и ухода за собой. Я уже давно тренируюсь в Фитстарс, и вам очень советую присоединяться ко мне. Тем более в мае будет действовать акция «Май, не скучай». Что это за акция, сейчас расскажу. Купив безлимит навсегда, вы сможете тренироваться и получать подарки. За 5 тренировок вы получите сертификат на 2000 рублей в фирменный магазин fitstars.shop. За 15 выполненных тренировок вы получите сертификат на 3000 рублей в фирменный магазин. За 25 выполненных тренировок сертификат на умные весы второго поколения PICUK S1 PRO V2, который стоит 5990 рублей. Кроме того, на всех тарифах вы можете поучаствовать в спасении нашей планеты. За 100 тренировок вы получаете одно дерево и помогаете сделать нашу планету более зеленой. Я уже более полугода пользуюсь умными весами PICUK. Кроме того, что они точно измеряют вес вашего тела, они также определяют более 15 показателей. Это телесный жир, мышцы, индекс внутреннего жира, скорость основного обмена веществ, процент воды в организме, процент белка, костной массы и так далее. Так что покупайте безлимит навсегда, тренируйтесь и получайте подарки. Тем более с моим промокодом Тимофеевна вам это будет сделать гораздо более выгоднее. Мой промокод дает вам скидку в 70%. Если вы хотите принять участие в акции «Май не скучай», нужно обязательно нажать кнопку «Участвовать» в личном кабинете. Акция действует с 1 мая этого года, и все ее условия обязательно уточняйте на сайте. До подробности жизни Лютого с Оксаной Мироновой начали выясняться. «У меня сложилось такое впечатление, что ребенка рожали исключительно для опытов. Во-первых, Оксана не наблюдалась в женской консультации, пока была беременна. Во-вторых, роды проходили дома. На мой взгляд, домашние роды – это преступление против еще не родившегося малыша. Можете закидать меня камнями, но я в этом убеждена». Новорожденного ребенка не зарегистрировали в ЗАГСе, то есть у малыша не было свидетельства о рождении, и его не понесли на осмотр педиатру. Да и из родных Оксаны о том, что мальчик появился на свет, знали только ее мама и сестра. То есть для государства этот ребенок был вообще невидимым, а для общества практически невидимым. Вот теперь и думайте. Мать Лютого выпустила в соцсетях открытое письмо, где ни слова не сказала о том, как ей тяжело потерять внука. Зато она много говорила, что нужно помочь спасти ее любимого сына Максима. Оксана Миронова также ни слова не сказала о том, что она сожалеет о смерти своего сына. По крайней мере, не сказала она этого на камеру. Возможно, за кадром она много раз это говорила, но публично такого заявления от нее мы не слышали. И у меня лично возникает впечатление, что этот ребенок не был ни для кого долгожданным и любимым. То есть как будто бы ни у кого не было цели любить этого ребенка, заботиться о нем и дарить ему все свое время и свое тепло. А цели были какими-то другими. Получается, что весь год, пока шло следствие, родители этого ребенка отчаянно боролись за свою свободу. Мама Максима Лютого борола из-за своего сына. И только общество и государство боролись за то, чтобы привлечь к ответственности виновных в смерти ребенка. Защита Лютого, как и он сам, сразу настаивали на версии «Смерть по неосторожности». Эту же версию начала продвигать мама Максима Лютого в первом обращении с его страницы во ВКонтакте. Мол, ребенком занималась Оксана, и она не заметила первые симптомы пневмонии. А об истощении ни слова. Максим, по словам мамы, был занят тем, что обеспечивал семью и все время практически пропадал на работе. То есть Максим ни в чем не виноват. То есть это такая криминальная версия «сыночки-корзиночки». Уже из тюрьмы Лютый сказал журналистам, что он молодой отец, он вообще не знал, как обращаться с ребенком. И вообще-то его функция в семье была мужской. То есть он зарабатывал на хлеб насущный, а что там с ребенком происходило в его отсутствии, знала только его жена. Я не знаю, видимо, он, когда приходил с работы и показывал ребенку козу, он не замечал, что ребенок теряет в весе. Мальчик родился весом 2,3 кг, и когда он скончался, он весил 1,5 кг. То есть это за месяц такая потеря веса. Вообще великолепно. Вот что Лютый сказал, обращаясь к суду, перед тем, как ему вынесли приговор. Уважаемый суд, я все-таки настаиваю на переквалификации обвинения. Это исключительно преступление по неосторожности и без какого-либо умысла. Еще раз подчеркиваю, я любил своего сына, заботился о нем. В соответствии с этим хотел бы, уважаемый суд, вынесите нестрогое наказание в соответствии со статьями 109 и 156. Я полностью признаю свою вину в том, что своим бездействием и легкомыслием причинил смерть по неосторожности своему долгожданному и любимому первенцу. Я также виновен в том, что по указанным выше причинам именно по легкомыслию и неосторожности я ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности. Однако уверяю вас в том, что я никогда не морил ребенка голодом, не запрещал матери его кормить и никогда не закаливал его, никогда не обливал своего ребенка холодной водой. Обратите внимание, аналогическое противоречие в этом обращении, то есть получается о любимом и долгожданном первенце заботится, проявляя легкомыслие и неосторожность. Получается так, что по жизни Лютый много занимался тем, для чего вообще-то нужно профессиональное образование, нужно иметь компетенцию. То есть, к примеру, он занимался диетологией, он занимался физическими тренировками, тренировал других людей, он занимался растяжкой позвоночника на тренажере, провила, так и хорошо бы это был только его позвоночник. Нет же, он растягивал других людей. Лютый занимался акушерством, у своей жены роды принял он сам. Та-дам! Даровитый врач, врач-самоучка, просто бриллиант, понимаете, бриллиант. То есть, он смело, смело бросался на абразуру новых профессий, совершенно не отдавая себе отчет в том, что хорошо бы, ну, как бы получить образование, если ты хочешь там что-то сделать со здоровьем других людей. Но при этом в той области, для которой получать образование не нужно, то есть родительство, Лютый пытался просить меня по полной программе. И вывод, к которому я пришел уже несколько лет назад, где-то 4 года назад я это почувствовал, что еда вообще в принципе не нужна. Напоминаю, что фрукты, овощи в сыром виде не приготовлены. Вот такая еда у меня, даже она не нужна, потому что она вся оказывается в унитазе. Я постоянно смотрю на этот унитаз и смотрю, что все там. То есть, вес вообще не зависит от еды, в принципе. Никаких калорий не зависит. Какой там КБЖУ, вот эта вот система, которую я постоянно использую. Это все ерунда, понимаете, ребят? И у людей далеко не таких просветленных, как Максим Лютый, слава богу, дети массово не умирают от голода. Кстати, в процессе следствия выяснилось, что ребенок был еще и недоношенный. Он родился весом 2 килограмма 300 граммов, потому что он родился раньше срока. Как вы понимаете, принимать в домашних условиях недоношенного ребенка – это очень смелый, отчаянный, идиотский поступок. Когда у тебя есть доступ к медицинской помощи, когда ты находишься среди цивилизации, ты можешь набрать телефон и позвонить. Я повторюсь, я считаю, что домашние роды – это преступление против неродившегося ребенка и против женщины, которая его рожает. Лютый говорит о том, что Оксана настояла на том, чтобы рожать дома. Она просто категорически отказывалась ехать в больницу. И он как бы пошел на поводу у ее решения. Но когда у нее начались схватки, видимо, Лютый был со связанными руками, у него кляп торчал во рту, и он не мог вызвать скорую помощь. Он не мог позвонить в 112. Вот не мог. Понимаете? Если ты меня спросишь, а что я сделал, или как я это могу доказать, я тут же в одну секунду докажу. Но если я это сделал раньше, до этого, и у меня есть какие-то факты, то тогда, конечно, я не буду доказывать. И на суде Лютый обнаружил то, что он, оказывается, может трезво рассуждать, что он может спокойно вести какую-то логическую линию своего рассуждения. Он понимал прекрасно свои перспективы наследствия. И вот такой продуманный человек, вот такой человек логический мыслящий, вдруг мог неосознанно причинить смерть ребенку. Во время суда мы действительно увидели разницу между фанатиком, буйным фанатиком, которым Лютый представлял, ну вот лично в моих глазах, и изворотливым, изобретательным лгуном. На суде Лютый проявил несказанную гибкость, о которой никто из его окружения вообще не говорил. Напротив, близкие люди характеризовали его как человека целеустремленного, как человека даже упертого, который фанатично будет отстаивать свои интересы и идти за своей целью. Стоило Лютому попасть в заключение, как этот человек, который топил за фруктоедение, сыромоноедение и даже автономию, то есть питание солнечным светом, вдруг начал есть тушенку. То есть он в момент отрекся от всех ценностей, которые он проповедовал среди других людей, когда пас народы. Это вообще потрясающе. Потрясающая лоббильность. Просто на пятерочку. Я должен говорить правду. Я должен прямо на пьедестал ставить эту правду. Что вот эта правда, вот она стоит на пьедестале. И я ей соответствую, самое главное. Получается, эта гибкость, эта лоббильность была в нем всегда. И я не думаю, что она может развиться у взрослого человека за столь короткие сроки. Только он почему-то ее публично не демонстрировал. Почему мы можем только догадываться? Может быть, ему в детстве сказали вот так убедительно, что мальчик должен быть упертым, фанатичным и несгибаемым. Может быть, он сам решил, что лютое поведение вкупе с фамилией Лютой – это хороший маркетинговый ход. Я ни капли не сомневаюсь в том, что Лютой очень хотел, я бы сказала, жаждал признания. Ну вот ради этого ли он выкручивал свою упертость и фанатичность на максималке? Вот это вопрос. Вот, например, психиатр в эфире телеканала НТВ. Ну, что нашла, то нашла. Других версий психиатра не нашла. Он говорит о том, что у Лютого возможно расстройство личности. Я не знаю, как к этому отнестись, и у меня нет компетенции, чтобы согласиться или поспорить. Но есть очень хороший разбор Татьяны Чувильчиковой. Это психолог, и она много говорит о личности Лютого и много объясняет именно его поведение. Если вас заинтересовала эта история, рекомендую ее видео. Кстати, уже не в первый раз рекомендую Татьяну Чувильчикову. Даже сама постановка вопроса, а могла ли Оксана Миронова сделать что-то, чтобы спасти мальчика, навлекла на меня целую бурю обвинений в том, что я занимаюсь виктим-блеймингом. Этот вопрос лично у меня рождается только из того, что следствие расценивало ее исключительно как соучастницу преступления, то есть как преступницу. Но ее не рассматривали как потерпевшую. Хотя следственные органы, конечно, учли, что после родов женщина была физически ослаблена, что она была под действием гормонов, что она не могла, скажем так, трезво соображать, что вообще происходит. И к тому моменту, когда она родила ребенка, она почти три года состояла в абьюзивных отношениях с Максимом Лютом. О том, что они были абьюзивными, по каким признакам я это заключаю, мы чуть дальше поговорим. Оксана безоговорочно, слепо доверяла Лютому, и она была под действием его авторитета. Но для меня вопрос, жертва она или соучастница до недавнего момента оставался открытым. И вот, наконец, я нашла для себя решение. Как бы я ни относилась к Максиму Лютому, но я отдаю отчет в том, что у него есть сверхспособность. Он может внушать людям дурацкие и опасные идеи. Конечно, не всем людям, но определенному типу людей. Не будем на этом подробно останавливаться. Хотя, следствие доказало, что Оксана как минимум дважды тайком от мужа кормила своего ребенка. Это значит, что она постепенно начала выходить из морока и понимать, что Лютой делает какую-то странную и опасную дичь с их новорожденным сыном. Но при этом полицию она не вызвала. Она не позвонила родным, и она не прибежала к соседям с криками о помощи. Вот такое противоречивое поведение. Я даже рассматривала вариант, что, может быть, у Оксаны была пострадовая депрессия, и она чувствовала, что она эмоционально как бы отчуждена от ребенка. И в каком-то плане, может быть, ей было все равно, что там с этим ребенком происходит. Ну так нет же, она пыталась его спасти, но делала это очень неубедительно. Поведение Оксаны напоминает действия человека со сломленной волей. Человека в ситуации выученной беспомощности, у которого нет психологических ресурсов, чтобы вытянуть себя из ужасной ситуации. Похоже, что ее психика была совершенно обесточена. Она действовала как будто в агонии, спонтанно и необдуманно. У нее просто не было сил планировать свои действия на несколько шагов вперед. Когда ребенку стало уже совсем плохо, Оксана позвонила не в скорую, а своей маме. То есть в кризисной ситуации ей очень потребовалась эмоциональная поддержка близкого человека. Это еще раз доказывает, что она не вполне соображала, что происходит, насколько опасна ситуация и что следует в этой ситуации делать. Отношения Оксаны и Максима развивались по классическому сценарию абьюзер-жертва. После знакомства у них произошло быстрое сближение. Оксана очаровывается лютым и ради него бросает свою работу и карьеру в Москве. Она становится его помощницей, правой рукой и всюду следует за ним, то есть она бросает свою жизнь и начинает жить его жизнью. Очень скоро Оксана становится финансово зависимой от лютого, потому что своих доходов у нее нет. Поначалу она действительно очень разделяла идеи Максима и верила в то, что наступит голод, наступит апокалипсис, и им придется выживать благодаря навыкам автономного питания. Именно этим навыкам он пытался ее научить. Господи, боже мой, что в голове у этого человека? Ладно. Еще одним признаком абьюзивных отношений является то, что жертва отчуждается от своей привычной среды. Начав отношения с лютым, Оксана как будто исчезла с радаров своих близких людей. Она перестала вообще общаться с подругами. Она стала очень редко общаться с мамой и сестрой, хотя до этого у нее были близкие отношения с мамой и сестрой. Я думаю, что да, в этой ситуации гибели младенца Оксана была стопроцентной жертвой. Вот Мария Арбатова на том же НТВ выразила такую идею, что Оксана могла бы, так как она бегала к соседям за продуктами, чтобы поесть, она могла бы оттуда позвонить в полицию или в опеку, или в 112, или еще куда-нибудь, для того, чтобы сообщить о том, что ребенок в опасности. Но мне кажется, Оксане было просто страшно это делать. И та выученная беспомощность, которая у нее сформировалась, помешала ей даже увидеть эту возможность. То есть она как те собаки в клетке, которых били током. Когда дверца клетки открывалась, их глаза видели открытую дверь, но их мозг отказывался воспринимать эту ситуацию. Отказывался воспринимать ситуацию возможного спасения. На следствии Оксана показала вот эти кадры, которые сам же Лютый просил ее снимать на телефон. И мне, например, становится ясно, как Лютый вел себя дома. И мне кажется, это не самые жесткие кадры, которые Оксана засняла. Мне кажется, это вообще то, что происходило на минималках, и то, что следствие сейчас разрешило публично показывать. С***, это ты отцу, скупни, Оксаночка. Вот так. И закрыть дверь, закрыть нам. Ну, ***, какая. Эту и многоподобных записей Оксана Миронова предоставила в суд в качестве объяснения, почему не смогла защитить новорожденного ребенка от страшной гибели. Также мне вполне понятно, в каком положении Оксана находилась дома. Она была абсолютно зависима финансово, эмоционально и запугана Лютым. Друзья, вот сейчас мы говорим о современном преступлении, которое разворачивалось практически на наших глазах. Ну, последствия этого преступления. У меня есть канал на Ютубе, где я рассказываю о преступлениях прошлого, и называется он «Преступные умы». Где-то здесь на него появится ссылка, и эта ссылка есть в описании под каждым моим роликом на Ютубе. Если вам интересен True Crime, добро пожаловать на «Преступные умы». Вы знаете, в этой истории от внимания публики постоянно ускользает, что за маской сыроеда и духовного гуру скрывался неудачливый бизнесмен. Я хочу обратить на это внимание, потому что, как мне кажется, это ключевая деталь во всем преступлении. Лютый пытался делать и одно, и другое. Он открывал фитнес-клубы в России, потом в Индии. Он продавал тренировки на том же Провиле, он продавал персональные фитнес-тренировки, а бизнес не шел. Девочки у нас не тестостероновые, но молодцы, занимаются. Занимаются как могут, стараются. Ша! 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 Девушка, расскажите нашим телезрителям, что такое блаженство. Это состояние сознания. Вот так вот. С сознанием надо работать отдельно, да? Да. Что вы посоветуете для этого? Ваши тренинги. Мои тренинги. Очистительные программы. Очистительные программы. Общение с вами. Общение со мной. Вот и все. Вот ответ. А по образованию Лютый не то маркетолог, не то пиарщик, и целеустремленности ему не занимать. И получается, знания есть. Почему же бизнес не шел? Все, за что он брался, оно пыхтело как-то так в четверть силы, но не давало ему ни статуса, ни денег. А амбиции было выше крыши. В каждом интервью Лютого, которое я отсмотрела еще до инцидента с ребенком, до преступления, он говорит о своих сверхамбициях. Точнее, буквально он не говорит «я амбициозен», но эти амбиции, они на поверхности. Например, прекрасна вот эта его фраза о том, что он занимает какие-то верхние уровни в системе Human Design. Это вообще великолепно. А то, что он принадлежит к древнему дворянскому роду. Как вам такое? А вообще до этого был еще народ лютичи. То есть мы держали целую территорию, и этот народ был такой достаточно воинственный, но выполнял свою определенную миссию на планете Земля. Тотемное животное у моего народа был волк. Поэтому очень такие серьезные, мощные товарищи были, которые вообще ни шагу назад никогда никому не сдавались. И вообще, мне кажется, вот так послушаешь некоторых духовных гуру, и кажется, на Руси дворяне занимали примерно 99,9 структуры населения. А крестьян практически вообще не было. А если они и были, то потомков они не оставили. Куда ни ткни, в кого ни ткни, это обязательно потомок дворянина. Вот что делает пиарщик, когда его бизнес не задался, то есть при плохой игре? Он всегда делает хорошую мину. И лютый так и поступил. Он подал свои развалившиеся бизнесы как добровольное отречение от богатства в пользу духовного развития. Он так и рассказывал, что страсть к деньгам и удовольствиям, у него, кстати, была статья за наркотики, это был лишь этап на пути к обретению нового себя. Когда просветление обретено, что нужно делать? Нужно пасти народы, то есть нужно учить других. И вот тут лютый хватается за всевозможные духовные практики, которые только попадаются ему под руку. Восточная культура, йога, сфера питания, вегетарианство, сыроедение, монофруктоедение, голодание и автономия, то есть праноедение. Затем он обращается к славянской истории, а скорее к псевдоистории. Некоторое время он растягивает людей на тренажере провила, а параллельно с этим постигает картину мира суверенов. Это люди, которые сжигают свои паспорта. История о том, как нас всех сделали рабами, в том числе и меня. Ну смотрите, родился лютый Максим Александрович, гражданин. Пишется с большой буквы лютый Максим Александрович. Гражданин РСФСР. Из этого гражданства я не выходил. Потом нас всех обманули. Далее паспорт. Посмотрите, как написано. Лютый Максим Александрович, большими буквами. Это уже раб. То есть это уже физическое лицо. Это уже даже не гражданин. И вот это физическое лицо поставили на учет. Лютый Максим Александрович. Понимаете? Я здесь уже должен. По постановке на учет физического лица. Это физическое лицо, это не живой человек Это херня Я продолжатель рода, я хочу много детей У меня должно быть 100 детей с моим генофоном Стоп! Вот, кстати, о правиле он говорит, что он достиг на этом тренажере просто невероятных результатов У меня вопрос, в чем эти результаты заключаются То есть у него позвонки друг от друга отделились, он настолько сильно растянулся И вообще мне кажется, что люди, увлеченные правилом, они несколько заблуждаются Говоря о том, что это славянское, такое древнее славянское изобретение Вы знаете, что-то вот я такое помню из античной литературы У древних греков был подобный тренажер Только назывался он не правила, а прокрустого ложа Какие там были результаты, это вы уже погуглите на свой страх и риск Эта тема очень, кстати, интересная правила Это можете забить в интернете Раскрывает ваше тело У вас энергия движется вообще по всему телу совершенно по-другому И благодаря этому я вот раскрыл вот грудную клетку У меня стало дыхание лучше И не только этому, но это способствовало И после этого я хочу сказать Это я уже сам правил, но давно не пользуюсь, если честно Да, хотя раньше фанатично я дошел до такого уровня Я все, за что я берусь, я начинаю раскапывать Вот просто углубляться в самую суть И все эти духовные практики, за которые хватается лютый Они продаются, но продаются как-то мелко То есть тех огромных масштабов, того выхлопа, который соответствует амбициям лютого К сожалению для него нет Как мы уже увидели, лютый это человек грандиозного размаха Который практически в открытую буквально называет себя богом И вот нет отдачи адекватной его самомнению И он начинает с одной стороны ненавидеть весь окружающий мир А с другой стороны ненавидеть себя Ну, миру он уже предрек апокалипсис и голодную смерть людей Это мы слышали А что же делать с тем внутренним резким контрастом Между тем, как видит себя лютый И между его реальными достижениями? Вы можете сказать мне, что успех это понятие относительное Для кого-то действительно лютый был успешным человеком Выглядел таковым Потому что у него было свое дело И какая-никакая кучка последователей Которые были готовы заглядывать ему в рот И повторять все то, что он им предлагал делать Но в своих собственных глазах, я это подчеркиваю Лютый выглядел неудачником Это очень больно било по его самолюбию Конечно, в какой-то степени он отыгрывался на своих близких Конечно, я думаю, что Оксана Миронова нахлебалась В совместной жизни с лютым просто вот так Если мы послушаем практически любого психолога Который занимается семейными отношениями То они учат тому, как выйти замуж Найти хорошую женщину Как родить детей Как заниматься с этими детьми И все То есть все вокруг семьи только Но семья живет в мире Этот мир нас окружает Ну, например, если у вашего мужчины Девочки Не будет денег Не будет работы У него все заберут Но Лютому нужны были еще какие-то способы Справиться вот с этим внутренним ощущением разочарования И с этим гневом Который возникал у него по поводу того Что нет той славы Нет тех денег И нет того статуса Которые ему, как он думал, соответствуют И действительно, если мы взглянем на Лютого трезвыми глазами Сняв розовые очки Ну, если у кого-то эти розовые очки еще остались По сути, это сорокалетний неудачник Который таскает за собой кучку последователей Очень небольшую По местам силы Кормит их протертой морковкой Учит их медитировать И зарабатывает миллион-полтора-два рублей в сезон Этих денег ему должно хватать на маркетинг Ему должно хватать на команду, на аренду помещения На то, чтобы себя прокормить То есть перед нами вырисовывается не сильный духом гуру А действительно сорокалетний неудачник И, как мне кажется, основная причина того Что бизнесы Лютого прогорали Была в том, что он не был уникальным Точнее, он был совершенно обыденным и заурядным Но согласитесь, кормить людей протертой морковкой Таскать их под альменом И учить медитировать может много кто По сравнению с теми же духовными гуру Да с теми же инфо-цыганами Люта — это просто мелкая сошка Посмотрите на ту же Ивлиеву Которая заколачивает сотни миллионов Ведь она тоже ничего нового не придумала Но она догадалась соединить в своей методике Несколько уже существующих практик Она взяла отовсюду понемногу И получилась занятная методика Тут и инопланетяне, и прошлые жизни Расстановки по Хеллингеру И даже психотерапия Конечно, все из этого списка существовало и до Ивлиевой Все это было, и только в ее умелых руках Это начало приносить огромные деньги А Лютый при этом бился, как рыба об лед И не мог придумать ничего нового Он даже не мог адекватно соединить Все вот эти псевдоразвивающие духовные эзотерические теории Он даже не мог прикрутить к фильму секрет Инстаграмовские прогревы и методы продаж Как это сделала Блиновская То есть он фактически творческий, креативный импотент И отчасти мы это видим еще в интервью криптоинвестору Когда Лютый отчаянно кидает клич И пытается набрать себе в команду людей У которых есть идеи Он говорит, делитесь своими идеями И сам тут же выдвигает абсолютно вообще тривиальную идею Выдавая ее за гениальную Он говорит, давайте на подушках печатать мандалы И эти подушки целебные людям продавать И вот пусть нам дизайнер какой-нибудь нарисует эти гениальные мандалы Идея просто на миллион долларов Друзья, делюсь бесплатно Кто реализует, вообще молодцы Чтобы хоть как-то, хоть как-то прославиться Он пытался там эти травы продавать и собирать Еще один тысяча миллион первый травник в интернете Который продает травяные сборы Для этого он использовал свою бабушку И бабушка была его рекламным лицом Он так и говорил, что бабушка его рекламное лицо И бабушка какое-то время тянула эту функцию Пока не умерла Занималась Приехал Максим И тут начались тренировки Бабушка, надо тренироваться Да Обязательно Никуда не денешься Бабушка Вот у нас апельсиновый сок Пожалуйста Первый завтрак, ребята, у нас в 14 часов И так и нужно Нужно сначала заработать на еду Потрудиться над собой Позаниматься как следует А потом уже завтракать Бабушка, 150 лет вообще-то я хотел бы, чтобы ты прожила Не меньше 150 Для этого нужно начинать бегать Надо двигаться, конечно, побольше Да Закаляться Я не знаю, когда, в какой момент и в голову ли Максима Лютого Пришла, наконец, та самая идея Может быть, он ее где-то подсмотрел или подслушал Но она показалась ему сверхгениальной Эта идея сделать из ребенка сверхчеловека Наконец, все сложилось Все кусочки пазла были на месте Есть упертость, есть знание пиара и маркетинга И есть идея И вот поэтому я уверена, что Лютый не планировал убивать своего ребенка Ему нужен был живой рекламный образец Я сейчас рассуждаю очень цинично Потому что я пытаюсь погрузиться, встроить, так сказать Свой мозг в картину мира Максима Лютого И пытаюсь думать так, как думал он И как бы это абсурдно не звучало для некоторых Его действия действительно не были направлены на причинение ребенку смерти Он до какой-то степени действительно верил В том, что эти дурацкие, абсурдные, жестокие методы Могут сделать из ребенка такого закаленного Закаленную такую заготовку для сверхчеловека Я думаю, вас не вызывает сомнений в том, что Лютый Это глубоко нарушенный человек с очень разбалансированной психикой И в ситуации психического неблагополучия Любая фанатичность и уперство Только приближает трагический конец, что мы и видим И вам сейчас смогло показаться, кому-то из вас Что я пытаюсь оправдать Максима Лютого Конечно нет Я столько роликов про него сняла Еще до того, как ему вынесли приговор И в каждом ролике я говорила Что этого человека нужно наказать по всей строгости закона Я просто обращаю внимание на мотив Мне кажется, это очень важно Это ключевая деталь, которая может нам объяснить Почему вот такие дичайшие вещи происходят И, как вы видите, я согласна с позицией следствия У Лютого не было мотива лишать ребенка жизни И вы знаете, перед нами уникальная ситуация Вот мы обычно возмущаемся, когда находятся Какие-нибудь пензенские затворники И много людей пошли за безумцем И они от этого пострадали Либо погибли Мы начинаем возмущаться А где была полиция? А почему государство не схватило за руку Этого безумца вовремя? Пока он еще не успел причинить Вот такой массовый вред И вот тут перед нами ситуация, когда государство Успело схватить безумца за руку Я желаю Максиму Лютому комфортного пребывания В местах лишения свободы Приветливых сокамерников Сбалансированной диеты И много физической активности на свежем воздухе Я напомню, что меня зовут Тимофеевна Всем пока!